катарсис катарсис это феномен временного ухудшения перед выздоровлением например вы пришли к массажисту и после первого второго сеанса вы понимаете что что-то вам до тела больно дотронуться появились синяки после этого массажа вы пришли на массаж без синяков и без боли в теле до допустим после массажа выходите у вас начинает болеть то есть вот это временное ухудшение вот она и называется катарсис об этом феномене естественно известно там ну практически всем помогающим профессиям вы услышите это и от врача про этот феномен до что температура резко может повыситься перед тем как человек выздоравливает и от косметолога от массажиста то есть от многих помогающих профессий вы услышите про этот феномен на самом деле он был известен еще там до нашей эры какие-то там умные философы бородатые до рассказывали про то что ну вот такой феномен есть так теперь какое отношение это имеет все психологии я сейчас на продажу выставила марафоны марафоны по самопомощи как самому себе помочь очень сильно сэкономить на финансовой части работы с психологом и там вот в том числе для тех кто соберется работать самостоятельно да будь то каким-то методом вы обязательно встретились с этим феноменом даже если вы просто ходите к психологу неважно ко мне или кому-то другому вы с этим с этим феноменом катарсиса неизбежно будете сталкиваться теперь смотрите какое отношение это имеет психологии пример ну вот смотрите допустим два самых часто встречаемых обращения к психологу это я хочу нормальных отношений как-то улучшить их либо их нет вообще допустим отношения с партнером либо они как-то не такого качества который меня устраивает то есть первое обращение допустим вот здесь вот я хочу нормальных отношений второе обращение которое по чистоте это финансы да вот хотела бы там например к вам ходить но с финансами как-то туго и хотела бы жить вот так вот так ну как-то не получается ну то есть вот две темы которые основном вибрируют практически всегда у большинства людей и так теперь представим вот наше прошлое да вот представьте что есть вот пусть водичка это будет ну как бы вода то есть вы как-то жили и какие-то отношения в вашей истории вашей биографии складывались да ну например если мы про отношения говорим о том что ну когда-то не знаю вот мне неприятно вспоминать но вот однажды там вот что-то у нас мы там сильно поругались или по скандалили или там про драки кто-то рассказывает да то есть вот что-то произошло неприятное раз вот тут какая-то какашечка такая вот черная но у меня это ладан тут огрызки остались до в кабинете что есть то есть вот какой-то мусор тут и что-то происходит а потом и вот здесь сильно поругались а потом ну не знаю там вот дома он не ночевал например да а вот здесь еще там и там например вы изменили ему да еще там какая-то штука а вот еще там не знаю какая бабушка дедушка свекровь свекр теща вмешались и еще там гадости какой-то насыпали и вот тут у нас вот прям вот что-то тут уже как бы не очень приятное появилась а например еще что у нас тут может быть а еще кто никому не изменил то есть вообще камень булыжник там остался да то есть у нас от прошлых отношений пусть даже которые были 5 10 или 20 лет назад остались какие-то неприятные воспоминания то же самое про деньги я хочу денег но при этом у меня ну понятно что деньги это условно да что я хочу то что можно на деньги купить это само собой но не суть важно у вас про деньги тоже есть какие-то воспоминания а вот здесь вот там я долг кому-то дал а мне не вернули а вот здесь вот я сам взял банки не смог оплатить а вот здесь я не вовремя вернул а вот тут я когда-то вот мне стыдно вспоминать я в школе там что-то там украл там 100 рублей а еще там вот у меня там что-то утащили то есть то есть про деньги то же самое представьте что деньги те же самые отношения но только не с человеком с деньгами да и здесь тоже есть кучка каких-то воспоминаний а еще я там ну не знаю кто то я у того мамы когда мне было там не знаю 12 лет допустим из кошелька деньги воровала например да или еще что то есть у нас про деньги тоже какое-то количество вот этого мусора да вот она под накопилось теперь смотрите что происходит дальше допустим это было все давно как говорят давно и неправда да зачем ворошить старые да вот она в душе есть она постепенно начинает сваливаться вниз осадочек и внешне может сверху даже казаться как будто тут особо ничего нет вот она как-то оседает оседает с каждым годом и я почти уже и не помню про это и вот какая-то такая жидкость осядет со временем у меня сейчас чуть не садится я смотрю наверно никак не может осесть ладан методик не в курсе была шум не тонет что дальше происходит а например вы решили я хочу новых отношений будь то с партнером или с деньгами то есть например вы придумали вот чистенькая водичка я хочу вот таких вот отношений ну например я хочу такого 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 партнера с такими такими отношениями вы допустим даже придумали как бы вы хотели ну почитали какие-то книжки сходили психологу может быть то есть ну вот хочу вот так то так то и вот вроде бы как понятие вы уже создали свою вот эту святую водичку да например или или там не знаю сок виноградный классный или там не знаю лимонад в общем то что вам нравится вы каким-то образом вот она та прекрасная жидкость которую я начну пить и буду счастлив то есть вроде бы вы ее уже начали создавать ну или если касается про деньги что вот я сейчас там не знаю устроить вот на эту работу например и все будет классно да или начнут этот проект и наконец мои планы сбудутся и у меня все получится то есть вы начинаете вот что-то создавать мы представим что это тоже вот живая водичка да там тут прекрасный там сок гранатовый например до который вы точно любите что происходит когда мы начинаем делать вид что у нас нет вот этого прошлого начинаем делать вид что да все то не имеет значения но как только мы с этим сталкиваемся приходим на новую работу или на новый проект или вступаем в новые отношения или пробуем с нынешним партнером какие-то новые фишки да мы фактически начинаем делать вот это и смотрите сейчас что происходит вот катарсис это когда мы с дна начинаем все взбалтывать вот катарсис это когда вот этот неприятный осадок поднимается наверх и становится хуже это те синяки от массажиста который вдруг непонятно откуда появились поэтому вот катарсис это временное ухудшение перед выздоровлением что мы делаем когда вы начинаете ходить к психологу то есть если это раз в неделю то скорость немножко пониже если это марафон марафон самой помощи которые я предлагаю он самостоятельная работа ежедневная соответственно скорость будет намного быстрее что происходит когда вы начинаете какую-то вот какой-то методикой прорабатывать себя мы ставим фильтр и прежде чем вот заливать желательно вот эту новую воду ну или в процессе уж как получится мы начинаем через этот фильтр вот пропускать то есть мы начинаем фильтровать через разные методики каким образом вот эту грязь всю очистить то есть мы через эти методы начинаем чистить эту воду потому что чтобы вы не налили в этот стакан вы так далее чтобы вы не налили в этот стакан то есть вот еще не почищены ничего там вкусного не будет хоть там живую воду залей а залить ее вот в этот вот хлам как бы ну вот во все эти травмы во все эти печали во все это вы начинаете новые отношения он вам цветы дарит и все классно прекрасно тут малейшее что-то что напоминает вот эту плавающую какашку и у нас как бы нас рвет на части знаю я в какую командировку ты поедешь да не пришлось бы мне лечиться после этого после твоей командировки да то есть у нас срабатывать обязательно начинает вот все вот это после каких-то там прошлых воспоминаний поэтому марафоны самопомощи направлены на очистку на фильтрацию всего вот этого и этот процесс называется катарсис процесс временного ухудшения который он у вас будет при марафонов он будет 99 процента случаях с психологом он тоже будет но он растянут по времени да поскольку если там встреча раз неделю тогда он менее выражен но он абсолютно также всегда происходит